Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол Это Жизнь, и это первый выпуск нашей карьеры за канал Футбол Это Жизнь. Я создал многих участников нашего канала, которые появлялись минимум в одном ролике, и создал их FIFA 20. Добавил их в команду из чемпионшипов, Престон. Также напишите в комментариях, почему именно в эту команду я решил добавить. И давайте сейчас быстренько пробежимся по тем игрокам, которых я создал. Сейчас вы видите на своих экранах меня. Я делал более-менее такие рейтинги, чтобы ими играть можно было. Вот он я на позиции ЛФД. Я хотел ЛФА поставить, нету такой позиции, есть только добивающие именно форварды. Я слева в нападении, Максим на цапнике. Рейтинги вы видите на своих экранах. Светослав вправо в защите, Ярослав у нас в полузащите, Вова у нас в центре защиты, Матвей у нас справа в нападении, Дима у нас справа в защите, Серега у нас в полузащите. Саню вы могли видеть только в одном ролике, это когда мы ходили на стадион, на матч Динамо-Оренбург. Я его поставил слева в защиту. Ну и также вот они уже игроки идут профессионального футбола. Это Александр Долбня у нас на воротах, 74 у него рейтинг. Это максимальный рейтинг в нашей команде. И также Андрей Козлов, который сейчас выступает за УФУ. Также Михаил Миломед решил и комментаторов тоже сюда добавить. Центр полузащиты. Михаил Масаковский слева в нападении, Сергей Кривохарченко на воротах. Роман Скворцов в нападении. Артем Шмельков в центре защиты, он и капитан команды. Роман Трушечкин слева в защите. Денис Казанский в центре обороны. И также вот они девочки, которые участвовали на нашем канале еще в самом начале. У нас это мужской футбольный клуб, поэтому нету здесь ни Юлии, ни Полины. Здесь есть Юлик Лобанов. Вот он на ваших экранах будет справа в нападении. И в центре защиты это Поль Сироткин. Ну что же, по вот такой мы будем схеме вообще играть в сезонах. Я не знаю сколько у нас получится сезонов. Моя основная задача это выиграть Лигу Чемпионов за эту команду. И уже на этом мы и закончим. Можете остановить на паузу, посмотреть на рейтинги. Нету также в создании игроков позиции центрального полузащитника. Есть либо ЦАП, либо ЦП. Но вот, вот такие получились у нас рейтинги. Я делал всем рейтинги именно по тому, которому хотел. Например, я хотел себе рейтинг 68. Я все себе показатели пытался делать по 68. Например, чтения в защите такого вообще не было. Чтобы я мог этот ползунок сдвинуть. Но он здесь теперь 30. Также собранность 50 ее тоже не было. Ну и как вы видите, здесь вот они основные плашки. Как на карточке ФИФЕ. Почти все 68, кроме дриблинга. Он 67, это тоже не знаю почему. И также защита 57. Но вроде здесь вот у Довни самые хорошие статы. Так как он все-таки игрок профессиональный. Ну и также у Андрея Козлова более-менее. Итак, создаем мы тренера. Давайте увеличение нашего бюджета. Я не знаю вообще для чего. Мне кажется, мы не будем вообще никаких трансеров делать. А давайте... Давно такого я и не видел. Пусть у нас будет женщина-тренер. Почему бы и нет. Назовем ее в честь нашего канала. Так и гражданство Россия. Ну и также давайте возьмем вот такую вот шапку. Интересную. Просто как аксессуар. Также, я так понимаю, здесь это цвет волос. Да, я думал цвет шапки можно подобрать. Но без разницы. Пусть вот так будет. Просто это интересно тоже будет посмотреть. Ну и все. Вот так вот будет выглядеть. И сразу понятно, что странно. Но и ладно. Мы просто проверим. Во-первых, у нас тренер женщина будет в нашей команде. Я ни разу не создавал тренера именно женщину. Но будет это интересно. Тем более, еще и ни разу не надевал на тренера именно аксессуар. Вообще любой там шляпы всякие. Но такая вот шапочка это прикольно. И вот он наш клуб Preston. Основанный в 1880 году. Располагается в городе Престон. Становился чемпионом два раза. И два раза выигрывал Кубок страны. Клуб Престон прошел сезон 88-89 еще в 1080-х годах. Без поражений как в чемпионате, так и в кубке. За это и получил прозвище Неуязвимые. Цена клуба 15 миллионов. Вот такая у нас форма. Белая и желтая. И трансферный бюджет 3,3 миллиона евро. Итак, легендарный 4 минуты евро стадион. Ну и назовем наш стадион Школа 127. Потому что это та школа, на стадионе которой мы все-таки и начинали именно снимать наши первые выпуски на канале. В Еврокубке здесь все правильно сделали. Так что все. И переходим к нашей карьере. Итак, нас приглашают на предсезонный турнир. И мы поедем, наверное, вот все-таки в Бельгию. Тут больше всего нам платят. Ну что ж, давайте почитаем, что нам здесь говорят. Так, так, так. Ну это нам вообще не интересно. Итак, давайте задачи посмотрим. Дойти до 1-16 кубки Англии. За 2 сезона в чемпионшипе закончить чемпионат. В середине таблицы. Вообще у меня задача это выиграть. Ну, из чемпионшипа перейти в АПЛ. Вот какая у меня задача. Я сразу вот на первый сезон. Ну и задача также избежать вылета. Развитие молодежи. Увеличите рейтинг одного игрока молодежной академии минимум на 5. После этого вы упустите их в основном составе или на замену минимум в 5 матчах. Насчет молодежи. Насчет регенов, которые вот этих молодые находят их и качают как бы воспитанники нашего клуба. Я буду этим заниматься. Просто чтобы у нас рейтинг сильно не падал. Хоть у нас здесь и низкая приоритет на это. Но все равно мы будем заниматься молодежью, качать их и просто продавать. Их я даже выпускать сильно и не собирался. Популярность марки. Подпишите ключевых игроков на позицию нападающего. И получить 6 миллионов от продажи футболок за сезон. Ну вот здесь вот это, конечно, высокая для нас задача. Поэтому нам, наверное, придется ее выполнить. Держивать рост зарплаты игроков на уровне 15%. Ну а здесь вот эти вот задачи. Ну и международного у нас очень низкий, потому что мы в Еврокубках и не участвуем. Что насчет вообще вот нападающих. Я не знаю, кого здесь можно подписать. И чтобы его вот сразу продать. Вот какой-то бесплатный. 6 дней последим за ним. И что-нибудь из этого у нас и получится. Так, сразу же я хочу сделать второй состав, которым мы будем немного ротировать наш состав. Ну и вот таким мы будем играть составом. Не хватает у нас вообще пока что полузащитников. Я не знаю, будем их просто тусовать туда-сюда. У нас не хватает действительно двух еще бы полузащитников. Просто, ну, немного мы с кем записывали видеоролики. Нам было, наверное, все-таки легче именно с теми, с кем мы уже записывали это делать. Поэтому вот такой у нас будет состав. Насчет возрастов также. Я поставил всем минимальные практически. 16-17 лет вот так вот. Ну, а тем там комментаторам, реальным футболистам у них возрастает здесь по 24 им по 23 лет. Ну что же, всем интересно перейти в центр составов и посмотреть. Ага, вот эти, кстати, нам надо будет потом продать. Мы их просто не будем выпускать арендованных игроков. Итак, давайте вот так вот с самого начала мы начнем. Самый молодой игрок, но это здесь таких трое. Это Матвей, это Максим и это Поль Сироткин. Потому что остальным там уже есть там по 17 лет приблизительно все. Самый возрастной это пока что это Александр Долгбня, Кривохарченко, Трушечкин. В общем, все профессиональные футболисты и комментаторы. Самый минимальный рейтинг в нашей команде я поставил именно девочкам. Это Юлику и Полю. 60 у них рейтинг. Ну и самый максимальный это у Александра Долгбня, 74. По финансам самый дешевый игрок это Поль Сироткин. 475 тысяч евро стоит. Ну и самый дорогой это Александр Долгбня. 11, друзья, внимание, 11,5 миллионов он стоит. Ну да, вот два профессиональных футболиста. Они стоят дороже всех. Самая низкая зарплата здесь у многих. У, например, Саши Рамакера, у Вовы, у Поля, у Святослава, у Димы, у Сереги. Нет, у Сереги уже за 600 евро в неделю, а они за 500 евро в неделю. Ну и также мы с ними будем переподписывать контракты. Я надеюсь, что игра не вылетит, когда мы будем им переподписывать, потому что что-то раньше FIFA на счет этого плохо все это делало, поэтому будем пытаться это делать. Ну что же, переходим теперь уже к тренировкам. Итак, что же здесь в нападении? В нападении будем мы качать не тех, у кого нам надо, а вот именно самые минимальные показатели. Вот здесь, например, Юлика сначала прокачаем. Неплохо, кстати, прокачались без двоек. Итак, вот нам приходит первое уже сообщение от капитана команды Артем Шмельков. Здравствуйте, тренер, от лица команды хочу поприветствовать вас в клубе Престон. У нас много работы. Ну что же, а первый у нас матч. Игра против шотландского вроде клуба Хёрдс. Играть мы будем в домашней форме. И все-таки, наверное, первым ставом, чтобы посмотреть, как все-таки это будет смотреться. Итак, вот он первый матч. Неофициальный, но все-таки считается как первый. На предсезонном турнире в Бельгии Престон против Хёрдс. Да, этот клуб из Шотландии. Ну что же, поехали. Отлично, Шмельков находит пасом Петракова. Петраков. Отлично, Петраков проходит. И теперь нужно только бежать и бежать. Отлично может быть сейчас момент у Светослава. Удар. И это 1-0. Светослав забивает. И вот она, его любимая песня. Сейчас где-то там должна на фоне отыграться. Его любимая песня в исполнении Фидука. Ну и отлично. 1-0. И кто бы мог в реальности да и подумать, что первый гол с Престон, эта история, друзья, творится, именно забьет Светослав. Но это все-таки еще не официальный матч. Но именно первый в истории гол именно забил Светослав. И здесь нужно выигрывать. Отлично. Козлов отдает пас на меня. Я убрал одного защитника и буду в дальний просто пробивать. Какой хороший гол. И отлично. Это 1-0. И не 1-0, а 2-0. Но это первый мой забитый мяч. За клуб Престон. Отлично. Прям хорошо так в шестерку уложил с подкрутки. Но если я не ошибаюсь, это даже мой первый просто даже удар в створ. Вот так вот получилось. Другие пока что не реализовывали свои моменты. Но реализовывать их стоит. И все, друзья. Наша первая официальная... Ну, не официальная, конечно. Это все-таки, как можно сказать, товарищская даже игра. Но первая игра в нашей истории. Мы побеждаем 2-0. Святослав Петраков лучший игрок этого матча. Но, естественно, забил гол. Забили голы сегодня Святослав и я. Но моменты были у многих игроков. Там у Козлова, у Максима были. Но, еще раз повторюсь, забили только я и Святослав. Ну что же. Прибыль у нас... Давайте вообще посмотрим сделки. Продажи футболок. Смотрите. 4,8 миллионов получаем за футболки. Потому что у нас лучшие вот игроки. Долгня, Козлов, Шмельков. Потому что они лучшие по рейтингу. Поэтому их футболки и больше всего и покупают. Ну вот нам пришел отчет о том бесплатном парне. 59 у него рейтинг. Он нападающий. Я не знаю, это ли будет у нас выполнением задачи нашей. Перед которой нас поставили. Подпишите ключевых игроков одного человека на позицию нападающих. Я не знаю, это, наверное, не будет ключевой. Потому что у нас здесь 69-70 в нападении. Я не знаю абсолютно, ну, кого здесь можно подписать. Да и центр полузащиты здесь нам не сильно и нужен. Друзья, раз нам стоит задача подписать какого-то игрока. То давайте подпишем Тимура Жамаледдинова. Это, если я не ошибаюсь, раньше игрок ЦСКА был. Сейчас он играет в Лечь Познане. У него скоро там контракт еще через сезон заканчивается. Но я просто дам последить за ним. Если он будет хорошего такого рейтинга, то мы все-таки его подпишем. И вот не будем мы брать здесь каких-то легионеров. Будем именно пытаться российских футболистов, если это так потребуется, подписывать. Ну, а у нас вторая игра против Чарли Рой. Они на первой сейчас строчке. Значит, они больше там забили, чем мы. Но у нас будет играть второй состав. Ну, и давайте, кстати, посмотрим, с каким счетом они там вообще их... Минди пока что из Манчестер-Сити в Тоттенхэм перешел. Главная сделка. 3-1. Обыграли они Париж. Ну, а мы играем вот этим вторым составом. Рамакер, Мишин, Сироткина, Буренков, Мельников, Айвазян, Миломет, Масаковский, Скворцов и Юлик, Лобанов. Итак, второй наш матч. Не официальный, но предсезонный. И пока что мы первую победу добыли. 2-0. Сейчас мы играем против серьезной команды. Она обыграла 3-1 Париж. И сейчас находится на первой строчке, потому что забила три мяча. Ну, хотя и пропустили. Но мы просто насухо обыграли. Сейчас будем играть против первой строчки. И-ёй-ёй-ёй-ёй. Вова провалился сейчас в обороне. И через него уже, кстати, этот удар прошел. Да, там, конечно, пыталась Полина немного убрать этого игрока, который давал навес. Но все-таки Вова здесь больше провалился, так как не смог накрыть игрока, на которого шел навес. Полина отлично отдает сейчас на Юлю. И, кстати, смотрите, какой хороший здесь момент. И отдает на Масаковского. О, Михаил Масаковский забивает. И это счет 1-1. Замечательно все было сделано. Такой хороший обрез у нас получился. И вот здесь вот Скворцов просто отдавал уже на пустые ворота. И забил отлично Михаил Масаковский. 1-1. Мы сравниваем счет. Буквально через 2 минуты после того, как пропустили, мы сравняли. Айвазиану здесь на Скворцова. Отлично. И вот здесь вот на Серегу. Ой, как хорошо все было разыграно. Серега забивает. И это счет уже 2-1. И снова Скворцов, между прочим, за этот матч отдает вторую уже голевую. Но мы забиваем и уже камбэчим. А ведь мы проигрывали по ходу этого матча. Победа. Вторая наша победа подряд на этом турнире. И обыграли команду, которая тоже в первом туре выиграла. Лучшим у нас является Роман Скворцов. Но он все-таки 2 голевые у нас отдал. На Михаила Масаковского и Серегу. Но, заметьте, если кто-то будет писать, только на себя играешь, заметьте, сейчас Масаковский на моей же позиции забил. Так что был бы я на поле, я бы тоже сейчас бы забил. Так что здесь не надо говорить, что я буду вот только на себя играть. Тем временем Серега у нас прокачал все свои вот эти 4 рейтинга на единичку. Но до 62 пока что еще не дотягивает. Итак, говорят нам наш агент о работе со сборными. Но нам пока что это не интересует. А также, друзья, если вы реально хотите, то мы можем стать еще и тренером сборной России в этой карьерке. Купим. Есть такой в каталоге, что тренировать нам сразу придет предложение из сборной России. Ну и мы еще бы стали бы тренером. Это было бы, мне кажется, прикольно бы. И несколько бы наших игроков еще можно было и в сборную России сразу бы отправлять. Итак, Максима я пока что уберу из заявки на следующий матч. Дам ему отдохнуть. А у нас последний матч в группе. Мы уже точно выходим. Ну а теперь игра против команды Париж. Вот на ваших экранах стартовый состав на этот матч. Итак, наш последний матч на групповом этапе. И сегодня мы уже точно вышли в раунд плей-офф. Ну и сегодня просто такая вот показательная игра. И вот он опасный момент. Довгня. Денис Казанский забивает, я так понял, автогол. От него все-таки на него засчитают. Неудачно у нас там Довгня вышел и мяч неудачно отскочил. Нет, это все-таки на Довгню записали этот автогол. Но теперь нам еще и снова придет второй матч подряд нам отыгрываться. Миламед. Козлов. Отлично. Это первый гол Андрея Козлова за наш клуб. И вот так вот в стиле снова Артема Дзюба он забивает и празднует гол в его тоже его празднованием. Но здесь нам уже предлагают Миламеда посадить на скамейку, выпустить Максима. Но пока что нет. До перерыва я никого не буду менять. Козлов отдает передачу на Серегу. Тот забивает прям под перекладину от газона с отскоком. Ну это замечательный и классный гол. Прямо перед самым перерывом он забивает. Ну а у Козлова пока что гол плюс голевая за этот матч. Здесь Серега просто первым оказался и обогнал соперника. И у Серега пока что лучший у нас бомбардир в команде. Два мяча за два матча. И все друзья. Три победы подряд на групповом этапе из трех. Это мне кажется отличный результат. Ну и лучшим стал Андрей Козлов. Ну и действительно он их забил. И голевую отдал. Ну а пока что у нас главный бомбардир это Серега. Два мяча за три матча. Неплохо показывает себя. Ну и полмиллиона нам добавили. Все-таки бюджета за этот выход в плей-офф. Джене в Валенцию. Винкс в Рому. Пока что вот такие. Родригесы в Барусию. Сан-Хосе в Ниццу. Но будем мы давать только за главными сделками наблюдать. Тияго в Реал. Вот так вот бывший игрок между прочим Барселоны. И смотрим окончательный отчет по Тимуру Жамаледдинову. У него рейтинг 65. Почему бы его и не подписать. И отличная работа. 6 миллионов нам надо было получить за продаж футболок. И мы это уже сделали. Потому что мы за первую неделю уже 4 миллиона за футболки получили. И давайте сейчас посмотрим сколько мы за вторые там недели. Угу. То есть у нас получается вот как. Вот. Продажа футбола. Здесь Кривохарченко, Скворцов, Масаковский. А здесь уже они такие прям подешевле пошли. Потому что не так много стали покупать. Это из-за наверное... Потому что мы новых игроков добавили прям сразу с нуля. Поэтому и такой скачок был. Вот. Ну а дальше уже пошли здесь по 160 тысяч еженедельно. Козлов, Казанский, Шмельков. Козлов, Казанский, Шмельков. Пока что только вот таких футболистов у нас покупают футболки. Ну и давайте все-таки, да, купим мы Тимура Жамаледдинова на позицию нападения. Чтобы выполнить задачу. Ну и также купим полузащитников тоже из сборной России. Для начала давайте определимся с типом сделки. Миллион. Просто за 1 миллион лечь поздно отлично соглашаются. 22 года, между прочим, Тимуру Жамаледдинову. Итак, ключевой он у нас будет. Согласен с этим. Так, на 5 лет. Потому что охота была бы именно с Жамой выиграть бы Лигу Чемпионов. Ну и вот, начинает тут уже цену гнуть. Почему такая большая зарплата? У тебя же, не знаю, вот что вообще. Давайте 4 500 хотя бы. Ну тогда забудьте про свой подписной бонус. Я вам его не дам. 6 200, так 6 200. Да что ты? Цену-то сбавь, алло. Потому что зарплата это очень большая. У него сейчас 2 700, а они просят 6 200. 5 тысяч. Ладно, все. Пофиг. То вот так бы сейчас просто сделка бы сорвалась. Также, еще раз нам нужны прям полузащитники. Потому что двоих на минимум надо подписать. Иначе у нас просто сезон не выведет. Я бы купил бы Дмитрия Баринова. Из Локомотива. Пусть последят. Тут 6 дней. Ну и давайте еще мы поищем в полузащитниках с российским гражданством. Ильзат Ахметов. Тоже дам следить. Почему бы и нет. Загулива нет. У нас просто денег бы не хватило. А я с Гулиева бы и нет. Кузяев в Милане, между прочим. Ильзат Ахметов. Вот как Аздоев. Ну и так же снова отличная работа. Мы все-таки выполнили дату задачу. Мы подписали ключевого игрока на позицию нападения. И это отлично. Сейчас мы посмотрим, что вообще из себя представляет. У него номер 9. Никуда его не могу пока что отдать в аренды. Но у нас будет игра с Кассенса. Она заняла вторую строчку, как я понял. Тьяго. Ну вот. И сейчас видите на своих экранах главный трансфер пока что. Но так же, друзья. Я сейчас сделал сохранение. И давайте я... Для чего я сделал вообще сейчас сохранение? Потому что я хочу проверить это. У нас получится ли сейчас переподписать контракт. Просто вот на себе это сделаю я сейчас. Будем на это надеяться, что игра не вылетит. Внимание. И нет. Отлично. У нас похоже получится переподписать с нами контракт. Ну это хорошо. Ключевой. Главное, чтобы я сейчас зарплату не заломил. Пять лет. Да. А что у меня этот... Вы посмотрите. Это мой агент. Ё-моё. Я не представляю, как мы с ним договаривались о чем-либо. Как он стал моим агентом. Так, если же Малединов попросил пять, шесть двести, то тогда я три скажу. Я думаю, это нормально. Ну, отлично. Наверное, надо было за две четыреста соглашаться. Ну ладно. Это тоже неплохо. Так что все, друзья. У нас получится подписывать контракты. Я этим займусь, наверное, после завершения летнего трансферного окна. Я со всеми подпишу на пять лет. Тогда все у нас будет нормально. Я уже думал, что сейчас повылетает игра. Но все хорошо. Так что, друзья, на этой прекрасной ноте, на том, что игра не будет вылетать, когда мы будем переподписывать самими с собой контракты, все будет у нас отлично. Так что с вами был Андрей. Канал Футбол, это жизнь. Клуб. Можно было бы, если был бы это про Evolution Soccer, назвать клуб Футбол, это жизнь. Но нет. У нас это Престон. С вами был Андрей. Канал Футбол, это жизнь. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok